Добрый вечер, дорогие друзья! В 18.00 на часах, не изменяя своим традициям, как всегда, в прямом эфире телеканала 24KZ вас приветствует информационно-аналитическая программа Prime Time. Меня зовут Илья Урозаков. В ближайший час я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных и значимых событиях уходящего дня. Смотрим, анализируем, делаем вывод вместе. Начинаем! Сегодня в Нижней Палате Парламента был в очередной раз обсужден и одобрен закон, направленный на борьбу с одной из острых общественно-социальных проблем нашей страны – слудоманией. Данный закон призван значительным образом ограничить рекламу и пропаганду игорного бизнеса и букмекерских контор среди населения. Как показывает анализ последних лет, нездоровое пристрастие к азартным играм приводит к самым пагубным последствиям для рядовых казахстанцев. Потеря работы, разрушенные семьи, огромные долги, да и в целом исковерканные судьбы – это именно последствия такой современной психологической болезни, как лудомания. На что же способен повлиять и что изменить новый закон? Насколько действенны могут быть новые принимаемые меры? Как в целом это может повлиять на достаточно денежную отрасль? Эту тему сегодня будем обсуждать в нашей программе «Борьба с лудоманией» – тема нашего сегодняшнего выпуска. Ну а как всегда, начнем нашу программу с блока наиболее важных новостей. Почти 500 миллиардов тенге неэффективно использовали в Казахстане в прошлом году. Такие цифры в Можилиссе озвучил глава высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Незаконно выведенные активы на 320 миллиардов тенге вернули государству. А в Генеральной прокуратуре анализируют сведения еще о тысяче объектов в стране и за ее пределами. Казахстанцы, пострадавшие от паводков, теперь могут следить за ходом строительства своих домов в онлайн-режиме. В шести регионах страны на стройплощадках установили камеры. Касымжимар Токаев посетил Национальный центр экстренной медицины. Многофункциональное медицинское учреждение координирует работы службы медицинской авиации, скорой помощи и приемных отделений. Председатель правления центра рассказал, что в планах создать 9 клинических департаментов. Президент назвал открытие такого уникального объекта большим достижением отечественной медицины. И выразил надежду, что он станет центром притяжения квалифицированных специалистов. Глава государства пожелал медикам успехов и подарил центру реанимобиль. Уникальные мировые технологии диагностики и лечения рака будут доступны казахстанцам уже в августе этого года. Новый корпус Национального онкологического центра сегодня показали президенту. Его строительство практически завершено. Он занимает 58 тысяч квадратных метров. Здесь ежегодно могут лечиться около 6 тысяч пациентов. В новом корпусе создадут условия для научных исследований, реализации научно-технических программ и образовательной практики. Возможности онкоцентра с современным оснащением позволят создать интегрированную модель для лечения злокачественных образований. Я очень поздравляю вас всех с уникальным медицинским учреждением. В мире, наверное, таких учреждений не так много. Это будет флагман медицинской практики, да и науки тоже в нашем регионе. Это однозначно. Так что поздравляю. Успехов вам всех. Глава государства посетил семейный центр «Санаспорт». Новый социальный объект на правом берегу столицы начал работать буквально несколько месяцев назад. 30 тренеров и 25 высококвалифицированных педагогов учат детей творчеству и спорту. Есть и образовательные кружки. Навыки и знания в центре получают около 4 тысяч детей. Касым Жумар Тукаев осмотрел спортивные залы и учебные кабинеты. Также ему презентовали план реконструкции парка на территории комплекса «Санаспорт». Глава государства сегодня встретился со столичной школьницей, чемпионкой мира по шахматам Аяру Алтенбек, которая написала президенту письмо с просьбой о встрече. И сегодня ее мечта исполнилась. Динара Абдерова расскажет подробнее. Этой встречи с президентом двукратная чемпионка мира по шахматам ждала давно. Касым Жумар Тукаев – кумир школьницы из Астаны. В мае Аяру Алтенбек отправила президенту письмо через ЕУТНЭШ, где рассказала о своих достижениях и о том, как мечтает получить автограф главы государства. Уважаемый президент, моя мечта – встретиться с вами и получить ваш автограф. Для меня это большое счастье. Я знаю, о вашей особенной любви к шахматам. Вы всегда поддерживаете эту сферу. Мне хочется рассказать о своих планах. Я так же, как и мои сестры, которые достигают высот в мире шахмат, буду упорно трудиться и достойно защищать честь нашей страны. Обещаю, что я и дальше буду поднимать наш небесно-голубой флаг выше и выше. Я уверена, что вы меня поддержите. С наилучшими пожеланиями, Алтенбек Аяру. Обратная связь не заставила себя долго ждать. Меньше чем через месяц глава государства лично пожелал школьнице новых достижений. Аяру шахматами занимается 7 лет. За это время уже успела стать двукратной чемпионкой мира среди школьников. В прошлом месяце она выиграла чемпионат в Перу. Президент вручил подарок и пожелал новых побед Аяру. Я написала письмо президенту сразу же после того, как вернулась из Перу, где проходил чемпионат мира. Моя мечта была с ним встретиться. Теперь моя мечта исполнилась. Слов нет, одни эмоции. Я получила от главы государства книгу «Акетурала Ойтулгау» с автографом. Я счастлива. Помимо этого, президент вручил дорогой подарок юной чемпионке. Аяру растет в такой семье, где стремление к победе, как признается ее мама, у всех крови. И эту встречу с президентом Индира Алтенбек считает большой мотивацией для дочери. Мы даже не думали, что так скоро состоится встреча с президентом. Думали, когда она вырастет и станет чемпионкой, президент и так ее пригласит на встречу. Так ее успокаивало. Мы счастливы, что так быстро получили обратную связь, и чтобы президент поддержал мою дочь. В этом юная Аяру может не сомневаться. Касамжумар Тукаев неоднократно говорил о том, что государство продолжит оказывать всемирную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта. И пообещал, что и дальше будет оперативно реагировать на просьбы казахстанцев. Динара Абдирова и Жантуз Битабаров при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ. Продолжение следует... Также разрабатывается пакет господдержки для развития отрасли. На третьем заседании национального Куролтая президент страны Касамжумар Тукаев акцентировал внимание на казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и международном уровнях. Мы видим, как огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в новых направлениях искусства. У нас растет очень талантливая молодежь. При полном финансировании нацпроекта «Комфортная школа» освоено чуть более трети средств. На половине запланированных объектов возведены только первые этажи. Аналогичная ситуация и с модернизацией сельского здравоохранения. Сорваны сроки сдачи 17% объектов. Почти 500 миллиардов тенге неэффективно использовали в Казахстане в прошлом году. Такие цифры озвучил в мажорисе глава высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. По итогам проверок ревизоры передали в правоохранительные органы более двух десятков дел. К дисциплинарной ответственности привлекли свыше 100 должностных лиц. Возместить пока удалось лишь 28 миллиардов тенге. Причина неэффективного использования средств кроется в некачественном планировании доходов и расходов, считает спикер палаты Ерлан Кошанов. Госпрограммы и национальные проекты зачастую не подкреплены бюджетом. Чиновникам необходимо искать дополнительные источники финансирования. Одна из основных проблем – некачественное прогнозирование и планирование бюджета. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов вы старались покрыть растущую расходную часть. Но здесь я считаю, при планировании надо искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, которые дадут дополнительные поступления порядка 3 триллионов тенге. Необходимо взять под контроль и все финансовые потоки. Это касается бюджетных и небюджетных фондов. Больше трех миллиардов тенге из резерва правительства выделят на дальнейшую модернизацию экибастузской ТЭЦ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. На эти средства планируют отремонтировать четыре катлагинь-агрегатора и построить магистрали осветленной воды. Ожидается, что меры повысят надежность теплоисточника и снизят риски возникновения внештатных ситуаций. А также обеспечат жителей стабильным теплом. В правительстве отметили, что благодаря капитальному ремонту в прошлом году удалось пройти отопительный сезон без серьезных происшествий. В Караганде тоже готовятся к отопительному сезону. На это выделили 21 миллиард тенге. Средства направили на реконструкцию первого и третьего ТЭЦ. Как проходят ремонтные работы, расскажет моя коллега Жанна Хусаинова. В третьем теплоэнергетическом центре уже завершили ремонт двух котлов и двух турбин. Прошлой зимой здесь из строя вышел пятый котел. Его удалось запустить только через неделю. Это создало угрозу срыва отопительного сезона. Вообще на Карагандинской ТЭЦ-3 постоянно в отопительный период находятся в работе семь котлов. Один котел находится в резерве. При выводе какого-либо котла в ремонт резервный поднимается и мы остаемся без резерва. Чтобы котел остыл и передать его нормально в ремонт, требуется не меньше 12 часов. Только после этого люди могут зайти в него и начать какие-то работы. Поэтому в среднем при отключении котла в ремонт тратится почти трое суток, чтобы его везти в резерв. А это время. Проблемы с отоплением прошлой зимой были в городе Тимиртау. Даты подачи тепла в квартиры там сдвигались неоднократно. Тепловики не укладывались в график работы. Происходили прорывы в сетях. Специалисты считают, что ужесточение закона в отношении энергетических компаний заставит их более ответственно относиться к своей работе. Ежегодно в сентябре-октябре теплоисточники подают документы на получение паспорта готовности. Отсутствие паспорта готовности предусматривает действующее законодательство административный штраф в размере 150 до 300 МРП. Но в рамках изменения законодательства данные штрафы будут увеличены в десятикратном размере. То есть данные штрафы будут уже более существенны для станции. Это делается для того, чтобы мы могли обеспечить качественным теплоснабжением жителей региона в рамках предстоящего отопительного сезона. Город растет большими темпами. Новые районы тоже подключат к третьему ТЭЦ. Для этого ведется строительство дополнительных теплосетей. Протяженность тепловых сетей 24 километра. На их строительство выделено 40 миллиардов тенге. Средства планируем освоить в этом году. Подготовка к отопительному сезону взята под контроль уполномоченными органами. Местные власти уверяют, в этом году к отопительному сезону придут с более тщательной подготовкой. Также решается вопрос обеспечения поставщиков тепла топливом. В стране продолжают ликвидировать последствия поводков и оказывают помощь пострадавшим от стихии. Единобременную выплату в размере 100 МРП уже получили более 30 тысяч семей. Вместо разрушенного жилья строят новое. Дома и квартиры уже получили 717 семей в Костанайской, Акмолинской, Западноказахстанской и других областях. Возводят еще 2000 домов. Кроме компенсации на ремонт и восстановление жилья, пострадавшие могут рассчитывать и на дополнительные выплаты до 150 МРП для покупки необходимых для дома вещей. Объектам бизнеса возместили ущерб на 377 миллионов тенге. О порядке подачи документов и возмещений можно узнать по горячей линии Национальной палаты Атамикен, набрав короткий номер 1432. Пострадавшие от паводков казахстанцы смогут следить за ходом строительства своих новых домов в онлайн-режиме. Для этого в шести регионах страны на стройплощадках установили 50 камер. Они будут функционировать круглосуточно. Подробности у нашего следующего корреспондента. Программа вот она. Давайте я покажу, как она включается. Вот. И все, можно в реальном времени наблюдать за процессом стройки. Дом жителя Петропавловска Александра Корчиги признали непригодным для проживания. Сейчас для него возводят новое жилье. За процессом строительства будущий новосел теперь следит с помощью телефона. Прям вообще отлично, когда поставили туда камеры Сергек, и что ты можешь наблюдать за процессом строительства прямо в режиме онлайн. Мы раз открыли и смотрим, вот дом был вчера, допустим, на таком этапе строительства, сегодня он уже сделан немножко по-другому. Онлайн-система запущена в пострадавших от паводка Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кустанайской, Этераусской и Североказахстанской областях. На строительных площадках в регионах установили 50 видеокамер. Пять из них в Петропавловске, где для пострадавших от паводка планируют возвести 700 домов. Спонсоры помогут со строительством спортивных площадок и детского сада. Будет строиться детский садик на 90 мест. Здесь выделена сумма в размере 500 миллионов от частных инвесторов. В общем, на стройплощадке 700 домов и детского садика на данный момент задействовано 1200 человек, а также 50-60 единиц техники. Около 4000 домов в Североказахстанской области пострадали от паводковых вод. 1720 домов признали непригодными для проживания. Собственникам остальных выплатили компенсацию на ремонтные работы. В Актюбинской области очищают прибрежные территории рек и озер, а также дно. Там после паводков накопилось много мусора. Для этого привлекли представители рыбохозяйственных инспекций и Федерации рыболовного спорта. Только сегодня вывезли 40 тонн мусора. В уборке участвовали больше 100 человек. Экологическое мероприятие организовано в рамках акции «Тазак Казахстан». До этого в рамках акции «Чистый водоём» участники молодёжных трудовых отрядов Жасуели очищали от мусора берега рек Каргала и Елег. Всего собрали и вывезли на полигон больше 100 тонн отходов. Впереди пляжный сезон, поэтому будем работать всё лето. Просим отдыхающих уважать наш труд и забирать мусор с собой после выездов на природу. В Атарау приступили к очистке русла реки Урал и близлежащих водоёмов. Во время паводков в регионе потопило 25 тысяч гектаров лесных массивов. Поваленные деревья, сухостой и бытовой мусор забили поймы реки. А сильное течение принесло это отходы в устье Каспийского моря. Это создаёт угрозу для судоходства. Решением оперативного штаба Атарауской области сформирована специальная бригада. За три дня специалисты уже успели очистить 8 километров водного пространства. В катере находится трое рабочих. Есть дополнительная техника – КАМАЗ, манипулятор, грузоподъёмник. Собранный мусор отправляем на специальный полигон. Будем работать, пока акватория моря не будет очищена. Опасные медицинские отходы особого класса, содержащие токсичные вещества, незаконно утилизировал предприниматель Талдыкургана. Факты нарушения выявили прокуроры города. Оказалось, что он с поддельной лицензией выиграл тендер на их сбор, хранение и уничтожение. Мужчину привлекли к уголовной ответственности. По результатам досудебного расследования уголовного дела было направлено в суд. Талдыкурганским городским судом виновное лицо было осуждено к одному году ограничение свободы за, в первую очередь, подделку лицензий, а также за использование данного поддельного документа. Недвижимость, деньги и люксовые автомобили. Незаконно выведенные активы на 320 миллиардов тенге вернули государству. Об этом отчитались в Генеральной прокуратуре. В надзорном органе анализируют сведения еще о тысяче объектов, как в стране, так и за ее пределами. Проверяются также ценные бумаги на 600 миллиардов и подозрительные транзакции, исчисляемые триллионами тенге. Некоторые субъекты из реестра по возврату незаконных активов, по данным Генеральной прокуратуры, добровольно приняли на себя определенные обязательства. Так, например, некоторые обещали построить новые заводы и культурные центры. Всего за последние два года в госказну удалось вернуть больше полутора триллионов тенге. В рамках реализации принудительных механизмов комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры поданы многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения. По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 миллионов долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 миллионов тенге. А в Жасказгане более 90 тысяч гектаров земли вернут в государственную собственность. Десять лет назад участник передал в долгосрочную аренду частной компании. Здесь планировали открыть животноводческую ферму по разведению овец. Но в итоге земля простаивала без дела. Для ее изъятия местные исполнительные власти обратились в суд. Их исковые требования удовлетворили. На данный момент решение суда в законную силу еще не вступило. После вступления в законную силу будут проведены мероприятия по официальной регистрации прекращения прав. Кроме того, в прошлом году нами было изъято более 4 тысяч гектар неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые в данный момент находятся в запасе. От новостей Казахстана переходим к новостям международным. Национальный демократический альянс во главе с партией Нарендера Моди набрал больше половины места в парламенте Индии. Таким образом, действующий премьер-министр займет пост главы индийского правительства уже в третий раз. Португалия ужесточит визовые правила для мигрантов. Италия оштрафовала мета на 3,5 миллиона евро. За незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Национальный демократический альянс во главе с партией Нарендера Моди набрал больше половины мест в парламенте Индии. По итогам подсчета голосов Моди и его соратники сейчас заняли больше 280 из 543 кресел. Таким образом, действующий премьер-министр займет пост главы индийского правительства в третий раз. Но теперь ему придется считаться с мнением своих региональных союзников, поскольку отдельно партия Моди получила 240 мест, менее половины, и правительство будет коалиционным. Выборы в Индии считаются одними из самых крупнейших в мире. С 19 апреля по 1 июня проголосовали 642 миллиона человек. США ужесточат правила для нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Согласно новому указу Джо Байдена, власти пограничных штатов смогут немедленно депортировать незаконных просителей убежища, если их число превышает 2500 человек в день. Ежедневно границу с Мексикой нелегально пересекают свыше 3700 человек. При этом директива не касается детей без сопровождения родителей, жертв торговли людьми и тех, кто сталкивается с серьезными угрозами здоровью или безопасности. Как отмечают местные СМИ, правила временные. Они будут действовать до тех пор, пока приток нелегалов не снизится, чтобы американские пограничники могли эффективно управлять миграционными операциями. Португалия ужесточит визовые правила для мигрантов. Теперь иностранцы, желающие жить в стране, обязаны получать рабочую визу перед въездом. Приоритет будут отдавать квалифицированным специалистам, студентам, а также выходцам из португалоязычных стран. До сих пор любой человек, въехавший в Португалию по туристической визе и нашедший работу, мог претендовать на получение вида на жительство. Решение власти приняли на фоне рекордной эмиграции. Число иностранных жителей в стране в прошлом году выросло на 33%. Сейчас там их больше миллиона. Это примерно десятая часть всего населения Португалии. Италия штрафовала мета на 3,5 миллиона евро за незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы страны. Компанию обвиняют в том, что при регистрации в соцсети Facebook и Instagram пользователи не информируют об использовании их персональных данных в коммерческих целях. Кроме того, управление установило, что техногигант не указывает, каким образом принимает решение о блокировке учетных записей. Компании предоставили 30 дней, чтобы оспорить постановление. Новый рекорд по пребыванию в космосе установил российский космонавт Олег Каноненко. Он стал первым в мире человеком, который провел в орбитальных полетах больше тысячи дней. Об этом сообщают в Роскосмосе. Всего на счету космонавта 4 полета в космос. Пятую миссию он совершает сейчас, находясь на Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежит также россиянину Геннадию Падалке. Он провел в космосе 878 суток. Впервые за последние 40 лет на Южноафриканскую республику обрушился мощный снегопад. Стихия сопровождалась сильным ветром и градом. Столбики термометров упали практически до нулевых отметок. Больше всего осадков выпало на востоке и западе ЮАР. Из-за непогоды погибли 5 человек. Повалены деревья, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Пострадали сельскохозяйственные угодья, заблокированы дороги. Сотни транспортных средств находятся в западне. Райхан Сирикова, 24КЗ. Райхан Сирикова, 24КЗ. Детально изучил эту тему и готов сейчас рассказать обо всем подробности. Он, кстати, уже в студии. Алишер, добрый вечер. Вот тебе раз. Так долго и так мы серьезно обсуждали эту тему маркировки, а вот сейчас выступают некоторые против. Вообще, что говорят депутаты, а самое главное, что на это отвечает в правительстве? Илья, добрый вечер. По словам Мажелесмена, маркировка подразумевает обязательные платежи, а это, по сути, еще один вид налогообложения. Обо всем по порядку в обзоре «Главная цифра». Отказаться от обязательной маркировки товаров еще в начале мая предложил правительству Оскар Садыков. Депутат считает, что после ее введения многие предприятия малого и среднего бизнеса обанкротятся. А все потому, что происходит захват рынка крупными сетями, в том числе соседних стран. В свою очередь, отечественный малый бизнес будет выходить на базарные методы. А это значит, что мы получим увеличение теневого рынка, снижение доступности товаров первой необходимости, говорит Мажелесмен. Отмечу, сегодня в Казахстане осуществляется поэтапное внедрение маркировки различных групп товаров. Например, табачные изделия этой процедуре подлежат с октября 2020. Обувь с ноября 2021. А вот на лекарственные средства маркировка вводится с июля этого года. По данным правительства, в результате введения обязательной маркировки табачных изделий наблюдается рост поступления акцизов по всем видам почти на 47%. Показатель увеличился с 2019 по 2023 годы. По импортной обувной продукции поступление НДС и таможенных пошлин выросло более чем в 4 раза. Также наблюдается рост производства отечественной обуви на 20%. Маркировка и прослеживаемость товаров не несут дополнительной нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде приобретения оборудования и увеличения штатной численности. Стоит отметить, что сдача в государственные органы отдельной отчетности по маркировке товаров субъектами предпринимательства законодательством не предусмотрена. Приобретение оборудования для нанесения кодов маркировки на товар требуется только в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства является производителем товара. Премьера отметил, что действующий механизм маркировки предусматривает уплату платежей только производителями или импортерами, чьи товары подлежат данной процедуре. В ответе на Депзапрос глава Кабмина привел и примеры влияния маркировки на стоимость продукции. Согласно проведенному анализу, доля затрат производителей молочной продукции, связанных с маркировкой, составила у крупных производителей от 2,5 до 5,8%, средних от 1 до 3,2% и мелких от 0,4 до 2%, так как затраты на оборудование одной линии составили от 0,5 до более 9 миллионов тенге. При этом доля затрат на оборудование в конечной цене продукта составляет всего от 0,06 до 0,15%. В структуре обувных товаров доля затрат на маркировку составляет до 1% от себестоимости товара. Наибольшую долю затрат в себестоимости составляют затраты на производство до 60%, логистику и маржу до 37,5%. Рассказал Бектенов о том, что сейчас прорабатывается возможность оказания мер поддержки производителям лекарственных средств. За первые 4 месяца у нас фармацевтическую продукцию произвели больше, чем на 60 миллиардов тенге. Это данные Бюро над статистики. Больше всего лекарств выпустили в Шемкенте, Карагандинской и Алматинской областях. Отмечу, в Казахстане зарегистрировано больше 6800 наименований лекарственных средств. Из них около 700 находятся в диапазоне предельных цен до 1000 тенге. В целом, наблюдаемый ежегодный рост цен на лекарственные средства обусловлен ростом инфляции, на который маркировка не оказывает влияния. По лекарственным средствам нужно отдельно учитывать, что стоимость их розничной реализации утверждается Министерством здравоохранения два раза в год. Соответственно, оптичная организация не имеет права реализовывать лекарственные средства выше утвержденной стоимости. В целом, таким сегодня был экономический обзор. Илья? Как всегда, Илья, спасибо большое. Во-первых, ставлю свои пять копеек. Вот знаете, мне совершенно против вот этого момента, то, что говорит депутат против этой маркировки. Если мы, опять-таки, сетуем за то, что развивает собственное производство, какое может быть производство или производственная линия без маркировки товара? Интересно. Вот такие интересные новости были. Это была Лиша Рашимова с его главной цифрой. Движемся дальше. Это Прайм Тайм. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему «Проблема лудомании». В Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и казино. Блогеров предупреждают, что за рекламу и продвижение азартных игр предусмотрен штраф в размере 200 тысяч тенге. Новый закон сегодня одобрили мажоресмены. Предусматривает документы и другие нормы, в том числе ограничение доступа к азартным играм для должников по налогам или кредитам. Поможет ли все это эффективно бороться с лудоманией, расскажут наши коллеги. Из госслужащего в мошенника Дельмурат Харамкулов, еще будучи работником Управления молодежной политики Жамбулской области, проиграл на ставках полмиллиарда тенге. Деньги собирал с родственников и знакомых, обещая выгодное участие в тендерах и получение прибыли. За два года на удочку преступника попались 15 человек, которые отдали ему больше 200 миллионов тенге и две квартиры. По словам прокуроров, игрок сначала занял небольшую сумму денег и вернул ее с процентами, так вошел в доверие к людям, а после, завладев большой суммой, проиграл все в азартных играх и сбежал в Кыргызстан. Выяснилось, что последние пять лет осужденный страдал удоманией. Из-за этого он влез в долги и был уволен, так как часто не появлялся на службе. На сегодняшний день 205 миллионов и свыше потерпевших не восстановлены, ущерб не возмещен, прощения от потерпевших осужденный не получил. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания уголовной исполнительной системы средней безопасности. Назначено дополнительное наказание ему с лишением права в государственных закупках заниматься деятельностью сроком на 10 лет. Число людей, втянутых в азартные игры, растет постоянно. По официальной статистике, в Казахстане уже больше 300 тысяч зависимых. При проверке прокуратуры и горных заведений установлено около 300 государственных служащих, которые спустили на игры свыше 500 миллионов тенге. Естественно, это только официально зарегистрированные случаи. Реальность же может быть более плачевной. Новый закон запрещает госслужащим испытывать удачу в казино и букмекерских конторах. Не смогут ставить ставки также госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку, сразу будет уволен. Продлили и сроки самозапрета на участие в азартных играх и пари. Не раз общественности депутаты говорили о том, что года ограничения мало. Многие по истечении срока продолжат играть. Теперь максимальный срок запрета 10 лет без права его прекращения. Могут сказать, что мы ограничиваем права игроманов, но на самом деле это излюбленный аргумент лоббистов. Если человек захочет сыграть и не сможет, то это уже его ответственность. Так как при подписании самоограничения он самостоятельно принял на себя все законные обязательства. Также одной из главных побед является ограничение лиц, включенных в единый реестр должников. Это порядка 3,5 миллионов человек. Депутат рассказал и об условиях, в которых велась работа над законом. По его словам, принятию документа противостояли так называемые лоббистские группы, не обделенные деньгами и административным ресурсом. Я приведу два примера. Мы предлагали повысить возраст ограничения для азартных игр до 25 лет, а для традиционных лотерей до 21 года. В итоге в правительственном заключении обе нормы не поддержаны. Аргументы правительства о нарушении конституционных прав просто смешны. При этом противоречия очевидны. В этой позиции просматривается беспрецедность и непоследовательность правительства. Пополнить бюджет Кабмин, по нашим мнениям, решил слезами народа. Я могу однозначно сказать, что главные лоббисты непопулярных норм в данное время находятся за пределами Казахстана и за чашкой крепкого американо где-нибудь в центре Европы. Напомню, новый закон предусматривает также запрет операторам связи рассылать рекламу азартных игр, ограничение рекламы конторы казино. Также установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов не имеющих рецензий и онлайн-казино. Сабидар Химбай, 24КИЗ. Крайне актуальную проблему обсуждаем. Проблему крайне актуальны для нашего общества, в первую очередь, особенно в последнее время. Блудомания – проблема всего нашего общества, нашей страны. Проведем некоторые лишь факты, озвученные казахстанскими парламентариями ранее. Так, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Около 200 несовершеннолетних играли в азартные игры под чьими-то иными именами и чужими логинами. В 40% случаев лудомания становится причиной разводов. В общем, все это указывает на то, что в этом вопросе нужны решительные меры, чтобы спасти тысячи наших граждан от игровой зависимости. Вот, вы знаете, обсуждая вот эту самую тему и данную статистику, сразу же первое, что мне пришло на ум, что в этом вопросе необходимо очень четко разграничивать такие вещи, как и горный бизнес, и лудомания. Под понятиями горный бизнес, развитие, опять-таки, не нужно здесь придумывать велосипед. Мы знаем, что многие туристические страны, курорты, города развиваются по этому принципу, где все это идет в цивилизованном русле. Но когда мы говорим уже про неконтролируемую социальную проблему, вот как раз-таки и сталкиваемся с таким понятием, как лудомания. Эту тему мы будем сейчас обсуждать в нашей студии. Я с удовольствием представляю вам наших экспертов, которые находятся с нами. Это главный эксперт Комитета индустрии и туризма, Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Лаура Ильюси. Зова, Лаура, добрый вечер. А также представляю вам уже друга нашей программы, психолога, президента общественного фонда, фонд развития, профилактики и лечения зависимости Мангелек, Айдос Ибрагим. Айдос, добрый вечер. Давайте все-таки разберемся сейчас с самыми главными теми моментами, наиболее горящими. Лаура, принятие этого закона, когда он будет принят? В первую очередь, какие изменения существенные, реальные, нам стоит ожидать на пути борьбы с этой проблемой? Закон мы планируем принять в конце этого месяца, текущего года. Основными изменениями это будут, как уже сказано, возрастные категории. То, что могут играть в возрасте от 21 лет и выше в игорном бизнесе, а в лотерее от 18 лет. Основными изменениями будут то, что запрет на рекламу в сотовых связях, уголовная ответственность на проведение контроля, именно уголовная ответственность на запреты интернет-казино. Также основными запретами будет то, что запрет базарных игров, это государственных служащих, правоохранительных органов, военных. Лаура, вот вы представляете министерство, и непосредственно вы представляете комитет, который напрямую направлен на развитие туризма, да, туризма вот подобных вещей. Сегодня существует у вас действительно анализ, что если вот эти все ограничения мы внесем, да, новый закон, который диктует, насколько вообще это может в целом глобально повлиять на отрасль или на сферу, допустим, игорного бизнеса? Нету ли здесь ощущений, что данный бизнес, вот если мы обсуждаем эту тему немножко с другой стороны, что приведет к каким-то сильным, большим финансовым потерям? Нету примерно такого, да? Хорошо, ладно. Я, Айдос, вам задам вопрос, вот мы эту тему, кстати, регулярно поднимаем в нашей программе. Все-таки давайте еще раз попытаемся разобраться. Вот проблема лудомания, это что такое? Откуда вот эта вот зависимость, с чем она связана, в чем ее вообще природа? Это в целом биохимия человека. То есть недавно мы проводили статистический анализ, давайте скажем так, мы же делимся на разные категории стран, развиты, развивающиеся, стремяющиеся развиться. А лудомания, это та же проблема и в Европе. То есть, казалось бы, вроде бы у них ВВП на душу населения, ну, в разы больше, чем, там, той же, допустим, Киргизской республики, той же Узбекской республики у нас, да? Но у них это тоже большая проблема. В тех же Соединенных Штатах лудомания тоже имеет очень большую проблему. Причем они, как вы правильно сказали, как разделят понятие лудомания от понятия просто игры. Но эта грань настолько тонка, что порой люди ошибаются. Ну, вот если вы знакомились, наверное, с этими пунктами, да, нового закона, который принимает, там, конечно, очень много уделяется тому, что ограничивается сама реклама, пропаганда, продвижение, да, вот то, что действительно рябит уже в глазах, да, от этих и букмекерской конторы, и все остальное. Вот на ваш взгляд, как психолога в этом вопросе, когда это будет меньше на глазах, когда это будет меньше, скажем так, рекламироваться и продвигаться в общественных пространствах, способно ли это все-таки как-то вот существенно повлиять на снижение этой болезни? Это возможно. Но до лудоманий, в годах так, 20-х, 19-20-х годах, в реабилитационных центрах нашей страны подавляющее большинство имели наркоманы. То есть, в целом, они точно так же функционировали, они были полными, как и сейчас. Просто сейчас, конечно, там до 60% постояльцев это лудоманы, и наркоманов становится поменьше. Просто это просто поменяется. Есть такое понятие, как замещение, психологический эффект. И люди, вместо того, чтобы ставить, начнут либо пить, либо употреблять наркотики. Придется решать, что другие проблемы, да, но... Их пытались решить. Я понял. Лаура, вот когда мы говорим сейчас борьба вот с вот этими рекламой, пропагандой, продвижением и так далее, нету ли такого вот ощущения, что, ну, все больше вот с этими ограничениями мы говорим, да, вот сегодня слышали сюжет ограничений для военнослужащих, для государственных служащих, для представителей там социальных каких-то сфер, да, и организаций, что больше вот таких вот игроков теперь от этого всего уйдет в тень. Что у нас больше от принятия этого закона будет тех игроков, которые будут такими теневыми лудоманами. Мы в настоящее время боремся в плане того, что создаем, как там, через Яков Мобайл приложение мы создали, чтобы каждый человек может себя ограничить. Раньше, до этого приложения, в начале марта, у нас было только в списке около 6 тысяч жителей, которых граждане только ограничились. Это нужно было написать заявление букмекерскую контору, что он сам ограничивается. То есть благодаря данным приложениям сейчас у нас более 118 тысяч жителей уже воспользуются данной услугой. Они сами через приложение Яков Мобайл, через сотку приложения ограничивают себя. В связи с чем, что это приложение дает больше распространения и больше предотвращения того, что человек будет играть. Если бы нежели у нас игроманы, как бывает, играют, мы их блокируем, но он играет от имени сестры. Под чужим ником, да? Под чужим именем там данным регистрируется, да? Да, данным регистрируется. В случае, если бы вся семья будет полностью заблокирована в азартных играх, то уже больше предотвращение того, что уже меньше будет людей играть. Лаура, вот смотрите, опять-таки давайте попытаемся разобраться, в чем данная проблема, почему она с годами там стала все более острее. Существует вот какая-то статистика за последние 2-3 года, вот подобные ставки, подобными вот азартными играми, да, с финансовыми ставками, денежными. Как, насколько более часто у нас стали играть дети, подростки, несовершеннолетние? Такого большой промо-нанечика у нас в настоящее время не имеется. По неофициальным данным, на сегодня в Казахстане сфера игорного бизнеса вовлечены порядка 350 тысяч человек. Но сейчас век интернета же, сейчас данная проблема как бы более актуальна, в плане того, что с каждым годом мы развиваемся, цифровизация растет. И как глава государства дал нам как бы меры предотвращения илудомания, мы приняли комплексный мер, комплексный план по незаконному противодействию незаконному игорному бизнесу илудоманию, который был утвержден постановлением правительства 31 мая текущего года. Я хотел бы представить еще одного нашего спикера, который подключается к нам по видеосвязи. С нами на связь уходит руководитель Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса Бадри Шайнидзе. Вы на связи с нами? Бадри, да, с нами на связь уходит руководитель Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса Бадри Шайнидзе. Да, 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 я вас слушаю. Здравствуйте. Бадри, да, здравствуйте. Бадри, ну, как бы вы могли прокомментировать принятие этого закона, который сейчас у нас уже на финальной стадии, и вот с точки зрения влияния этого закона на бизнес, в целом на отрасль или горного бизнеса, насколько он своевременен, насколько он актуален? Ну, наверное, покажет время, насколько он будет эффективен. Покажет время. Многое смущает. Некоторые изменения, которые грядут, и это изменение касательно и запрету служащим, и первым руководителям государственных секторов играть, делать ставки. Это и ограничение рекламы, и ценз 25 лет. Я еще не совсем понял, он у нас остался или нет. В принципе, все эти нормы, они так или иначе скажутся на игорном бизнесе, но, я думаю, незначительно. Естественно, наши законодатели, они ставили, и глава государства, он ставил задачу уменьшения влияния игорного бизнеса. Как знаете, однажды было в концепции по изменению сферы игорного бизнеса, я имею в виду законодательства, было сказано, что государство обеспечивает минимальную потребность граждан для удовлетворения сферы игорного бизнеса. Те поправки, которые будут, как я уже сказал, покажут время. Будут ли они работать или нет? Важен вопрос в администрировании. Допустим, вот по рекламе. У нас есть, сначала шел запрет рекламы, потом мы пришли к ограничению, и как это все будет работать, как это все будет администрироваться, для меня большой вопрос. То же самое касается и запрет на посещение. Посещение понятно, но сейчас, как до меня говорил спикер, сейчас эра интернета. Все, абсолютно все в интернете. Человек едет в общественном транспорте, он не смотрит по сторонам, он смотрит в телефон, в гаджет. И та реклама, которая сейчас будет там, как ее будут блокировать, для меня большая загадка. Вот вопрос такой, Бадри, не считаете ли вы, что подобные вещи, подобные вот эти законы, ограничения, и в продвижении, и в рекламе, и в целевой аудитории, кто может этим пользоваться, что все-таки они негативно отразятся на самой отрасли, да, и может быть даже просто некоторые игроки, некоторые компании вот из этой отрасли уйдут с рынка? Нет, я думаю, это к этому не придет, потому что речь не идет о гигантском повышении налоговой базы, либо каких-то других, прям таких серьезных изменений, которые повлекут уход до рынка. Я думаю, что государство, я думаю, что правительство и законодательные органы наши, я имею в виду депутатов, они отдавали себе четкое понимание ситуации. То есть, если они максимально постараются заблокировать работу игорных заведений, это все идет в тень. Сейчас у нас, допустим, вопрос большой именно работы с черным рынком в сфере игорного бизнеса. Я имею в виду, это незаконный игорный бизнес в интернет-пространстве. Это, допустим, онлайн-казино. И когда при внесении изменений, дополнений вот сейчас в законодательстве в сфере игорного бизнеса, наверное, был какой-то баланс между, как бы не перегнуть палку, так скажем. А есть примерно, вот короткий вопрос последний, какое-то есть примерное понимание сегодня в рамках цивилизованного рынка, не цивилизованного? Рынка, который действует по правилам, платит налоги, все делает официально, либо вот так называемые вот эти вот такие черные теневые пираты, которые опять-таки деньги непонятно куда уходят. Как вот в процентном плане, как рынок разделен? Вы знаете, вот по нашим данным, рынок онлайн-незаконного бизнеса, мы берем только онлайн-казино, примерно 150 миллиардов, не меньше. Может быть, он меньше может составлять, но это под большим вопросом. На наш взгляд, это более 150 миллиардов. Это цифры 22-го года, с 23-й год, пока у нас нет данных. Цена гигантская. Я имею в виду, это оборот, это очень большой. И борьба с нелегальным полем, она идет со стороны полномоченного органа, принимаются соответствующие сейчас нормы, облегчающие ему работу в этом направлении. Но, на мой взгляд, это как борьба с ветряными мельницами. Конечно, пока же время, но мне кажется, это все будет малоэффективно. Спасибо большое, Бадри. Спасибо за ваше экспертное мнение. Это был Бадри Шайниц, руководитель Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса. С нами на связи. Лур, вот продолжаю эту тему, которую я задал вопрос. Сегодня у нас существует четкое, во-первых, понимание, на самом деле, вот этого теневого рынка, теневого бизнеса, игорного бизнеса через интернет, букмекерские ставки, какие-то онлайн-казино и так далее. А самое главное, существуют ли сегодня меры, как эффективно с этим бороться? У нас в текущем году открылось управление контролем и управление мониторинга, которые на ежедневной основе проводят мониторинг интернет-ресурсов, которые блокируют заинтересованными государственными органами через систему кибернадзора. То есть у нас запущен телеграм-бот, ватсап, чат, которые жители вот эти, которые нелицензионные игровые букмекерские конторы, допустим, которые проводят игры, они туда нам скидывают эти данные. Мы, соответственно, с нашей стороны, мы их блокируем. С начала года около 6 тысяч таких сайтов мы заблокировали. То есть сегодня механизмы, а самое главное, технические возможности для этого есть, да? А вот вам, Айдос, еще задам вопрос сегодня. Вот хорошо, говорим про две меры, да? В первую очередь, как бороться технически, ограничивать меньше рекламы. Вторая возникает момент. Вот с этими людьми, что с ними делать? Вот если мы понимаем, что мы того или иного молодого или не совсем молодого человека, да, пытаемся из этого всего вытащить. Существуют ли какие-то механизмы и меры чисто с психологической точки зрения? Как его внимание переключить? Как его чем-то другим увлечь? Ну, как самое главное, чтобы просто мозгами к этому не возвращаться? Пока что все, что может дать рынок, это реабилитация. Существуют конкретные какие-то меры, механизмы? Существуют реабилитационные центры. Каждый же работает по-своему. Методы не всегда адекватные, но, опять же, только они есть. Стоимость, конечно, высокая. Вот сейчас этот вопрос тоже еще адресуем. У нас с нами еще на связь выходит как раз, как вы сказали, реабилитационный центр, психолог реабилитационного наркологического, подчеркиваю, центра, Александр Рущук. Александр, добрый вечер, вы нас слышите? Вечер. Александр, вот вопрос, вы, наверное, слышали, который я задал вашему коллеге. Вам то же самое я хотел бы вас спросить. Вот сегодня, когда нам удастся, может быть, так или иначе, людей, вот, внимание оттуда переключить, вот, как вообще выглядит сама по себе реабилитация от лудомании? Смотрите, я отвечу немножко на другой вопрос, на самом деле, потому что звучало очень много интересных моментов. Первое, я скажу о том, что должно действовать, во-первых, и запреты, и они прекрасные запреты. Да, оно уйдет часть в тень, часть в тень, но часть людей откажется от игры. То есть в любом случае на какой-то процент это повлияет и хорошо. Другая часть это профилактика. Сейчас, это с другой стороны запреты, с первой стороны профилактика, сейчас она идет пока на государственном уровне в очень маленьком объеме. Нет главного какого-то органа, который полностью курирует по всему Казахстану, самое главное, прозрачно. Где провели, что провели, как, и этот план, чтобы мог каждый человек зайти и убедить. Этого пока еще нет, но надеюсь, что будет к этому идти. И следующая часть, что делать уже с действующими, зависимыми людьми. Правда, есть реабилитационные центры, это прекрасный вариант, но есть люди, которые не могут себе позволить реабилитацию. Классно повезло тем, кто может. Но кто не может и кто не хочет, вот осталась огромная категория людей, тогда бы я, наверное, предлагал все-таки делать принудительное лечение в государственных клиниках, чтобы их было больше, потому что мы берем, если Астану, там одна клиника. И очень небольшой процент все-таки посещаемости. Я бы, наверное, делал на этот упор, и, возможно, какой-то законопроект, там, где обязывали бы людей все-таки туда приезжать, потому что они опасны для себя и для других людей. Я думаю, это было бы замечательно. Кстати, очень хорошее, интересное предложение и мера, да? Почему действительно, если мы говорим, у нас существует обязательно, это, не знаю, медицинское страхование и лечение для определенных видов болезней, а мы давным-давно уже общественно признали, да, что и лудомания, и грамания, и это как часть наркомании, да, является тоже болезнью. Почему здесь вот не включить это? Вопрос какой? Я лично, как руководитель фонда, сейчас езжу по стране в контексте профилактики, провожу сотрудничество с Ассоциацией Желуды, это вот национальная лотерия, да, они как-то вот решили, если государство не делает, мы попробуем. Вот, они нам помогают проводить профилактическую работу. Это в контексте профилактики. Действительно нет какого-то централизованного органа, который бы это все взял. Второй момент, несколько министерств уже отказались от этой деятельности, то есть в том числе это Минтруда и Судзащиты, Министерство здравоохранения, в контексте даже той же регулирования реабилитации. То есть основной лейтмотив нашего фонда в том, чтобы реабилитацией занималось государство. Это самый большой игрок на этом рынке. Но государство, не то чтобы не скажу, что не хочет, но неизвестно, кто должен ими заниматься. Ну вот здесь вы меня натолкнули на как раз на такую мысль, да, мы очень часто говорим о том, что игорные, вот эти игорные бизнес, компании, казино, онлайн, букмейкеры и так далее, очень часто делают некие взносы в социальные проекты. А вот почему бы здесь не подумать о том, чтобы некий создать фонд и финансирование, чтобы как раз таки вот... Ну вот, надо, наверное, эту тему довести до ума. Спасибо большое, я вас благодарю за эту интересную беседу. Лаура, спасибо вам за то, что поделились данными. Лаура Елиусизова сегодня у нас была в гостях, главный эксперт комитета индустрии и туризма, министерства туризма и спорта, а также Айдос Ибрагим, психолог и президент общественного фонда Фонд развития, профилактики и лечения зависимости в ангелет. Вот такую важную тему мы обсудили, еще раз хочется в завершении сказать о том, что вот мнение, которое я лично у себя выработал на этот счет, ни у кого, никакие права гражданские права ни у кого не ущемлены. Бизнес как работал, так и работает. Компании, которые существовали, так и не есть. Но к ним приходится или направлено тот, кто этого хочет. Но когда вот подобные вещи, конечно, прям мелькают перед глазами везде, как то, что называется, звучат из каждого утюга и влияют на неокрепшее сознание наших молодых людей, наших подростков, наших детей, вот это, конечно, вещь нездоровая, с этим надо бороться. Мы движемся в правильном направлении. Это была программа «Прайм Тайм». Мы с вами увидимся завтра в это же время в эфире телеканала 24КЗ. И пусть ваш вечер будет добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова